Ну, в общем, Слава, что у тебя с пальцем опять? Проткнул. Да, ну ты там что-то им делал. Ладно, неважно. Короче, давай мы тебе будем задавать вопросы по твоему жизненному профилю. Ты уже сколько там, лет 20 не в системе? Нет, 10. 10, всего лишь 10. Вот смотри, Слав, первый тебе вопрос такой. Вот какая реакция была у твоего окружения, когда они узнали, что ты зависимый? Моя реакция моего окружения никакой не была, потому что мое окружение все торчало вместе со мной. Вот как. И, короче, им было совершенно по барабану. А, такие же, как и я. Че я? Ох, наоборот, это гуд, теперь у нас больше. Вы как банда, типа, да, было? У нас, ну, как, блин, несколько человек, вот они крутятся в одной этой системе. Не понятно. Это всю жизнь так. 5-6 человек, ну, максимум 6-5. В основном, четверо-пять вот кружатся в одной компании. И редко с кем контактируют с кем-то другим. Слушай, Слав, а вот потерял ли ты что-нибудь важное для себя, когда стал зависимым? Да, блин, да много чего потерял. И здоровье, блядь, и, блядь, и возможность иметь семью, и все остальное. Вот так. Да, конечно. Ага, что ты? Нет, просто какую-нибудь идею там, или что-то такое. Когда торчишь, не до идей никаких. Нет, да. Нет. Там лишь бы найти и упороться. Все, у тебя больше никаких мыслей нет. Правильно. Славик, слушай, а помнишь ли ты, какие наркотические средства употреблял? Конечно, помню. Ну, можешь их так вот прям назвать, как быстро-то? Блин, ну, ацетилированный опий употреблял, героин употреблял, дезаморфин употреблял, соли вот только я завязал уже, они начались. А все остальное, все внутри наркотики. Короче, с новыми наркотиками ты не знаком. Нет, с салями не пробовал ни разу. Ну, я в 2012-м завязал, а они уже только начинались. Ну, а так, по слухам, ты же все равно, небось, там поглядываешь. Какой сейчас самый мощный? Не знаю, не интересуюсь. Не интересуюсь. Не интересуюсь. Уже как-то... Да, ребят, напишите в комментариях, какой сейчас самый крутой наркотик. Уже не особо интересный, пользуются спросом. Да соли, наверное. А то вот Славик не знает. Соли, наверное, сейчас солевых пропасть будет. И что, вот как вот появилась соль, ничего не меняется? Вот все присаливаются? Нет, ну да, наверное. Сейчас та соль, которая была в начале, и какая сейчас, это разные какие-то. А, модификации, модифицированная соль, иодированная, каменная, кальцинированная соль. Славик, а помнишь ли ты свои первые ощущения от приема наркотиков? Помню-ка. Ну, смотря от каких. Помнишь. От внутривенных? Ну, конечно, от каких еще? Помню, конечно. Мне был просто пиздец. Я помирал, блядь, ел сутки. В смысле, плохо так было? Было мне плохо очень. Я блевал сутки. А зачем ты тогда и заново начал? На следующий день состояние понравилось. А, типа у тебя сходнячок, мальчик? Да, охуенный вообще. Да? Я ты решил еще разок? Ну да, там, ну как, знаешь, то, что говорят там в течение недели, там привыкать, пиздеж, конечно. С первого раза? Не бывает. Что не бывает? При привыкании с первого раза. А, ну понятно. Это где-то, блин, ну, недели две, дней двадцать, вот так вот. Если вот каждый день херачить, тогда уже у тебя будет с утра пиздец. Слушай, а ты сам понял, что тебе нужна помощь, сам, или там близкие как-то на тебя подействовали? Не, я уже, ну, то есть, ну, каким, какому близкому человеку понравится, что его, этот, там, сын, там, дочь, или кто, племянник, торчит. Никому не нравится. А дошел уже, ну, то есть им всегда это не нравится. А дошел уже сам, что уже край, все, дальше некуда. И решил в больнице лечь. Ну, ты у тебя уже, наверное, каранты там приходила. Не, я в больницу попал из-за ног. Ну, дезаморфином кололись, а он сбивает сосуды. И у меня пухли ноги вот такие были. Такая-то слоновая болезнь, блядь. Лимфа собралась там, и не отходила. Меня в больницу положили. Я там месяц, больше месяца пролежал. Мне хотели, блядь, отхуярить. Ноженьки, блядь. Операции делать. И так тут артерии нет. Ну, слушай, Слав, а по какой вот ты системе выздоравливаешь? Ни по какой. По системе Бот, Слава Ботсмана. Ну, блин. Я, то есть, вот я говорю, я в больнице отлежал больше месяца. Мне там на этих, на обезборщиках, как бы кумары сбили. Я уехал потом. Пожил там 4-5 месяца в монастыре. И приехал сюда. И как-то незаметно все это слезал. А зачем всех монастырь наркоманов отправляют? Блин, ну там, знаешь зачем? Не знаю. Скорее всего, ну, чтобы, ну, как, все-таки ближе к Богу. Это ладно, это первое. А во-вторых, там режим. Это же не тюрьма, но режим там существует. Там в 5 утра надо быть в церкви на молебне. Понимаешь, там обед, опоздал, все, голодный. Там режим. Ну, я понял. Вот поэтому и это. Куда их это пораулись. Что у нас тут шашлык жарится? Конечно, что-то нормально. Мужчина за бедрынчик. Славик, слушай, блин, а что вот по-твоему страшнее? Там физическая зависимость или вот эмоциональная? Ну, физическая очень, то есть физическая и эмоциональная зависимость от наркотиков, она неразрывно связана. То есть, ну, тебя ломают, но ты... А не уйти, блядь, и ты думаешь об этом, где найти, где найти, где найти, где найти. А не думаешь, такого больше не буду, ну его нафиг? Нет, если когда долго, когда долго употребляешь, таких мыслей не возникает. А, потому что ты в курсе уже, да, что только тебе топа. Да, тебе только вот надо употребить, и только тогда у тебя все это кончится. Вот какая-то... Тут, получается, ты живешь нормальной жизнью, только потому что торчишь. Ну, слушай, тогда такой вопрос вот вытекает. Вот есть же всякие безмедикаментозные системы выздоровления. Как ты вот думаешь, они вот вообще работают? Типа на цепь в подвале, что ли, посадили и держат там. Ну, блядь, погоди, они переломают. Давай не сликнешься, наверное. Ломает же просто пиздец. Это же, блядь, адская боль, блядь. Вот знаешь как, у тебя болит зуб, пиздец ты, блядь, болит. Вот так болит у тебя кажа клеточка твоего организма. Ага. И как ты можешь на сухую? Ну, на сухую, как бы, блин, да. Можно перекумарить, но, блин, это очень сложно. Ну, а что самое сложное в выздоровлении? Вот это ломка, переломать что-то? Нет, это можно снять ломку, понимаешь? А вот обезьяна, которая в башке сидит, сидит. Кокаиновый клоп. Которая сидит у тебя в башке, она может сначала затаиться, знаешь, просто ничего. А потом вырваться. А потом, знаешь, как-то, то есть, какое-то произойдет событие, на тебя нахлынет вот эта вот хуйня, и ты пойдешь торчать. Да. Вот если ее контролировать вот эту вот хуйню в башке, то, ну, так, более-менее жить можно, не употребляя. А так срывается очень часто. А так срывается, конечно. Да, вот. Ну, ты же на группу на какую-то ходил же. Ну, ходил, да. И вот там регулярно кто-то срывался, да? Ну, да. А не знаешь, как, ходит, 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 бах, пропал. Где, не знаешь, да торчи. Раз, опять появился. Ну, понятно. Ну, там вот такие на джипарях приезжали, упакованные. Ну, да, да. Ребята так, ну, которые уже, ну, то есть, ходят туда и давно не торчат. Да, у них машин, дети, квартиры, блин. Это, они так, как это, жили до этого. Он скрывал, это и факт зависимости от детей. А вот если у тебя нет детей, но ты рассказывал кому-нибудь об этом? Нет. Из детей, нет? Блядь. Зачем рассказывать, если у меня вот племянник, он видел, блядь, я приходил домой в говно. Вот, ну, как, что он может еще подумать об этом? Понятно. Я приходил, ну, просто вот, ну, ну, пиздец, вообще. Вот так. И то, и меня неделю не было дома. Потом такой заваливаешь весь грязный, с бородой, блядь. И еще и мазный, говно вообще. Слушай, Слав, а после какой дозы у тебя вот наступила, как это назвать, точка невозврата? Я, если честно, то есть она незаметно как-то началась, то есть, ну, пришла. Потому что, ну, как бы, лето было, мака везде, море, блин, понимаешь? И вот мы каждый день, как нам, встречались в утро, в 10 часов и погнали. И вот каждый день так, в течение двух месяцев. И все. А потом уже, когда все, то есть порезали, уже нет ничего. Полазим, нету нихера. Хоп. И тут наступили кумары. Понятно. И уже побежали на рынок, блядь, покупать. Слушай, ну, ты же Слав знал, что героин это опасно. Ну, знал, конечно. Ну, а вот в каком вот состоянии был, когда решил попробовать, там, ну, что-то хотел, новых ощущений, блин, или от реальности? Нет, я начал, потому что было ни хуй дел. А, просто безделье. Ни хрена. Ну, 93-й год, что ты делал в 93-м году, скажи мне? Ну, я знаю, где я был в 93-м году. А я был здесь, блядь, и ни денег ни хуя не было. Ни работы, ничего вообще абсолютно, блядь. Каждый день собирались в этом, в подвале, блядь, в карты играли, блядь, и бухали. Вот, пиздец, жизнь была. Слушай, ну, а вот употребление наркоты тебе принесло, там, например, страдания, или ты все-таки рад этому периоду в твоей жизни? Нет, ну, нахуй, какая тут радость, я-то здоровье потерял, блядь, сейчас был полинвалид, блядь. А некоторые вот загоняют, что всякие вот, там, бет, трипы, там, и прочее, там, трипы, они вот дают какое-то знание, там, да, ну, не хозяй, да, никакого знания. Это чисто какие-то, блядь, растаманские придумки. Забуды какие-то, это дешевые какие-то, эти. Заманухи. Наркотики, их нельзя идеализировать, что они чем-то тебе помогают, блядь. Ни хуя не помогают. Да. То есть ты, как, не, смотри. Когда ты становишься зависимой и уже не можешь без этих наркотиков, ты вмажешься, и тебе, и ты делаешь любую работу, понимаешь? Любую. Тебе, ну, то есть прилив сил какой-то, блин, получается. Ты можешь любую сделать работу, а вот, блин, не вмазанная, да, что? А, Услав, такой тебе вопрос. Как обманывают риэлторы основные схемы уловки, которые нужно знать перед заключением сделок с недвижимостью в Сочи? Йоу. Ну, ты смотри. Откуда я знаю? Откуда я знаю? Я в Сочах был. Еще мне лет пять, может, было, блядь. Не знаю. Короче, никаких ты дел с недвижимостью не имел. Тем более в Сочах. Тем более в Сочах. Тем более в Сочах. Тем более в Сочах.